Глобальный климат меняется. Откуда нам об этом известно? Из результатов метеорологических наблюдений, более 100 лет тщательно фиксировавшихся метеостанциями. До недавнего времени ставка делалась на бумагу и карандаш. Но сегодня производство наблюдений автоматизировано, а данные хранятся в суперкомпьютерах. Их сочетают с данными со спутников и других высокотехнологических инструментов для подготовки прогнозов. Однако в долгосрочной перспективе непрерывные наблюдения с использованием термометров, дождемеров и других традиционных приборов имеют по-прежнему важное значение. Без них не было бы уверенности в том, что за прошедшее столетие Земля нагрелась примерно на 1 градус по Цельсию. Сегодня существенная часть результатов таких исторических наблюдений находится под угрозой. Некоторые объекты по производству измерений закрыты из-за сокращения бюджета, другие перенесены. Это затрудняет сравнительный анализ данных за продолжительные периоды времени. С закрытием каждой давно существующей станции наблюдений ученые утрачивают незаменимую часть климатического пазла. Станции с накопленными за более чем 100 лет данными непрерывно проводившихся измерений позволяют получить уникальную картину состояния климата за недавние периоды его истории. Именно поэтому Всемирная метеорологическая организация предлагает правительствам выдвигать такие станции для официального признания в качестве столетних станций наблюдений. Помимо своей научной ценности, многие столетние станции наблюдений также представляют большой исторический и культурный интерес. Они служат напоминанием о предыдущей эпохе и о зарождении современной метеорологии. Обсерватория Монкальери в пригороде Турино, Италия, имеет продолжительную историю непрерывных измерений. Она была учреждена в 1859 году. Лука Меркали является президентом итальянского метеорологического общества. Лука Монкальери In questo osservatorio, Francesco Denza fondò la Società Meteorologica Italiana e guidò la nascita della prima rete nazionale di stazioni meteorologiche dalle Alpi alla Sicilia. Лука Монкальери Alcuni strumenti non sono più in servizio, ma raccontano la storia della meteorologia. Questo anemo-iettографo, costruito nella seconda metà dell'Ottocento, misurava vento e precipitazioni. È uno dei pochi esemplari ancora esistenti. Questa è la capannina meteorologica di Stevenson. Qui sono ospitati i sensori di temperatura e umidità che operano nelle stesse condizioni di oltre un secolo fa per mantenere la confrontabilità della serie storica. Sono regolarmente tarati con l'Istituto Nazionale di Metrologia e il progetto MeteoMet. Convento Convento di Ogl programmeria dell'Amb являет собой исключительно важный ресурс для нынешнего и грядущих поколений. Субтитры создавал DimaTorzok